МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аскоридоз и бешенство, ботулизм и аденовирусная инфекция, герпес и ветрянка, глисты и гепатит, дизентерия и дерматит, краснуха и малярия и еще ряд заболеваний с труднопроизносимым названием. На первый взгляд их ничего не объединяет. Но это совершенно не соответствует истине. Все эти болезни вызваны инфекциями и лечит их, соответственно, врач-инфекционист. Именно такому специалисту мы через несколько минут будем задавать вопросы. А пока короткая справка из истории болезни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как бы ни ругали технический прогресс, но плюсов в нем на порядке больше, чем минусов. И в первую очередь это касается современного уровня медицины. А вот древним людям было в разы сложнее. Они повсеместно сталкивались с микробами, которые провоцировали развитие болезней в питьевой воде, еде и окружающей среде. Иногда вспышка заболевания могла уничтожить небольшую группу людей. Но это продолжалось до тех пор, пока люди не стали объединяться в популяции, что тем самым дало возможность инфекционному заболеванию становиться эпидемией. Представляем вашему вниманию печальный рейтинг самых страшных эпидемий в истории человечества. ОСПА В начале 1500-х годов, еще перед началом притока в новый свет, европейских исследователей, завоевателей и колонистов американский континент был домом для 100 миллионов коренных жителей. В последующие века эпидемические заболевания сократили их количество до 5-10 миллионов. Основным среди этих заболеваний была ОСПА, вызванная вирусом натуральной ОСПы. Эти микробы начали атаковать человека тысячи лет назад. Причем самая распространенная форма заболевания может похвастаться уровнем смертности в 30%. Вакцина от ОСПА была создана в 1796 году, но только спустя 180 лет врачи зафиксировали последний на сегодняшний момент случай заражения ОСПА. Черная смерть. Эта эпидемия считается первой пандемией чумы, которая убила половину населения Европы в 1348 году, а также уничтожила часть Китая и Индии. Это заболевание разбило множество городов, постоянно меняло структуру классов, повлияло на глобальную политику, торговлю и общество. Некоторые ученые сейчас утверждают, что черная смерть, возможно, была геморрагическим вирусом, похожим на Эболу. Специалисты продолжают исследовать останки жертв чумы в надежде найти генетические доказательства для обоснования своих теорий. Туберкулез. Туберкулез разорял человеческую популяцию на протяжении всей истории. Древние тексты подробно рассказывают о том, как увидали жертвы заболевания, а ДНК-тестирование выявляло наличие туберкулеза даже у египетских мумий. Это заболевание передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Бактерия обычно поражает легкие, в результате чего появляется боль в груди, слабость, потеря веса, лихорадка, чрезмерная потливость и кровавый кашель. Несмотря на современные методы лечения, туберкулез продолжает поражать 8 миллионов человек ежегодно. При этом смертельный исход случается в 2 миллионах случаев. К сожалению, это далеко не полный перечень эпидемий, с которыми пришлось столкнуться человечеству на пути эволюции. А сейчас самое время представить нашу сегодняшнюю гостью. Это Елена Бортновская, врач-инфекционист, заведующий отделением Гомельской областной инфекционной клинической больницы. Здравствуйте. Здравствуйте. Немного мрачноватая начало программы у нас сегодня получилось, потому что это эпидемия, это большое количество человеческих жертв, и вся природа это инфекционные заболевания. А с какими вопросами сейчас обращаются к врачам-инфекционистам современные люди? Несмотря на весь прогресс современной медицины в борьбе с эпидемией, работы у инфекционистов на настоящий момент достаточно. И к нам обращаются и взрослые, и дети с самыми разнообразными инфекциями. Это и различные респираторные вирусные инфекции, самые разнообразные кишечные инфекции, детские инфекционные заболевания, ветрянка, скарлатина, инфекционный мононуклеоз, энтеровирусная. Их еще очень долго перечислять. И пациенты с такими серьезными проблемами, как вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция, и еще много чего другого. А существует ли какая-то общая симптоматика, так чтобы человек мог понять, что в его организме есть инфекция? И в этом случае куда человек должен обратиться? Чаще всего все инфекционные заболевания имеют один общий синдром, интоксикационный, который проявляется высокой температурой, слабостью, разбитостью, болью в мышцах, суставах. Но такую же клиническую симптоматику иногда могут иметь и другие заболевания, хирургическая патология, гинекологическая патология. Поэтому главное, пациент с лихорадкой, который подразумевает у себя инфекцию, он должен обратиться к доктору. Неважно, это будет участковый доктор, доктор скорой помощи или врач-инфекционист непосредственно, уже доктор будет решать, какое именно заболевание у пациента. Я могу сказать про инфекционное заболевание. Есть одна инфекция, с которой чем быстрее попадет пациент к инфекционисту или к реаниматологу, тем лучше для его жизни и здоровья. Это менингококковая инфекция. Вот там, хочу предупредить наших мамочек, если они видят у своего ребенка очень высокую температуру, выраженное явление интоксикации и появление сыпи, вот тогда это уже не участковая служба, как правило, это скорая помощь и непосредственно инфекционисты и реаниматологи. От большинства опасных инфекционных заболеваний существуют вакцины. И врачи неустанно повторяют о том, что это безопасно и что это нужно делать. А вот как изменилось в последнее время отношение к вакцинации у людей? Отношение к вакцинации у людей может меняться. А у врачей, особенно у инфекционистов, оно, как правило, остается неизменным. Потому что именно инфекционисты пожинают положительные плоды вакцинации. Именно благодаря вакцинации в настоящее время наши дети не умирают от дифтерии и ее токсических форм. Благодаря вакцинации не становятся инвалидами после перенесенного полиомиелита. Мы практически не видим уже многих детских инфекций. В том числе и кори. Такими достижениями не могут похвастаться наши соседи и даже некоторые страны Европы. Пример тому вспышка кори в Румынии в 2017 году, которая уже в нашем 21 веке унесла 17 жизней. А заболевших около 3,5 тысяч. И только после такого эпидподъема начата глобальная вакцинация детей в Румынии. Поэтому вакцинация очень важна для профилактики как тяжелых форм заболеваний, летальных форм заболеваний. Классическим примером эффективности вакцинации является также ситуация с гриппом. Мы видели тяжелый грипп 2008 года. И это было достаточно сильным стимулом к вакцинации населения. И благодаря тому, что народ активно пошел вакцинироваться, и были предприняты все меры для вакцинации людей от гриппа, в последние годы мы не видим тяжелого высокопатогенного гриппа. Хотя его вызывает тот же штамм, что и в 2008 году. Но вакцинированные люди либо не болеют, либо болеют легкими формами и без осложнений. Если условно выделить три группы риска, для которых инфекционные заболевания несут реальную угрозу жизни и здоровью, это, наверное, дети, беременные женщины и пожилые люди. Существует ли определенная вакцинация именно для этих категорий? Я бы разделила как инфекционист три этих категории и уделила бы каждой из них свое внимание. Что касается детей, для них существует плановая вакцинация, то есть календарь прививок. Поэтому детки должны прививаться планомерно, по календарю, в зависимости от возраста, именно той вакцины, которая для этого возраста наиболее оптимальна, чтобы выработка иммунитета происходила именно в те сроки, когда ребенок может инфицироваться той или другой инфекцией. И вмешиваться в календарь прививок можно лишь с дополнительными какими-то вакцинами, экстренной вакцинацией, а так я за то, чтобы дети прививались согласно календарю прививок. Что касается пожилых людей, которые уже не прививаются, как правило, планово, здесь хочется уделить внимание, я считаю, необходимым прививать пожилых людей от гриппа также, потому что особенно пациенты с хронической бронхолегочной патологией, пациенты с сахарным диабетом, пациенты с ожирением, входят всегда в группу риска тяжелых форм гриппа и развития осложнений гриппа. И поэтому перед началом эпидсезона я бы всегда рекомендовала им привиться от этой инфекции. И из, так скажем, плановых вакцинаций, о которых, наверное, многие забывают, и пожилые люди в том числе, я думаю, что перед началом дачного сезона каждому необходимо вспомнить, когда он прививался от столбника. Потому что были и летальные случаи по стационару, когда женщина умерла от столбника, проткнув ногу гвоздем на даче. Иногда эти ранки незначительные, люди не обращаются за медицинской помощью, где хирурги при обработке раны спросили бы у них, когда они прививались в последний раз от столбника. То нужно перед тем, как выезжать на дачу, или уж если что-то случилось, обязательно обращаться за медицинской помощью, для того, чтобы получить именно специализированную, специфическую защиту. Беременной женщиной? Беременная женщина – это отдельная большая проблема. Я бы хотела посоветовать любой женщине заняться вакцинацией до планирования беременности. Потому что уже к моменту наступления беременности, желательно, чтобы женщина была защищена от ряда инфекционных заболеваний. Первое и наиболее опасное – это краснуха. Сейчас мы прививаем девочек-подростков, и поэтому большая часть этого поколения, которое привито, будет защищена уже к моменту того, к моменту наступления беременности. Если женщина не болела и не прививалась от краснухи, ей необходимо позаботиться об этом за два месяца до планируемой беременности, о вакцинации. Потому что контакт с больным краснухой и инфицирование в период беременности вызывает крайне тяжелые последствия и пороки развития у плода, и часто ведет либо к прерыванию беременности, либо к необходимости ее искусственного прерывания в связи с формированием тяжелой патологии плода. То же самое касается других детских инфекций. Допустим, если девушка не болела ветряной оспой, тоже до планирования беременности возможно привиться, потому что тоже возможно формирование тяжелых форм и патологии плода. Давайте остановимся еще на тех вакцинах, которые нужно сделать, можно сделать, кроме тех, которые вы перечислили. И как человек может осуществить этот план? Он приходит в поликлинику, говорит, я хочу сделать прививку. К какому врачу ему обращаться? Кроме календаря прививок, то есть то, что ребенок получает планово, существует ряд вакцин, не включенных в этот календарь. Однако эти вакцины показали свою эффективность и защиту от ряда заболеваний. Из, так скажем, вакцин, которые отметили свой положительный эффект, является вакцина от пневмокока. Пневмокок – это микроорганизм, который вызывает ряд поражений респираторного тракта. Бронхиты, пневмонии, но и не только респираторного, это могут быть и артриты, миокардиты и ряд других спектр инфекционных заболеваний. От пневмокока желательно привить часто и длительно болеющих детей, людей, имеющих иммунодефицитное состояние, в том числе и ВИЧ-инфицированные пациенты, людей, имеющих какой-то хронически отягощающие факторы, например, удаленную селезенку, сахарный диабет, то есть то, что ослабляет иммунитет и способствует развитию инфекции, обусловленных пневмококом. Из дополнительных вакцин, которые не входят в календарь прививок, я бы хотела уделить внимание вакцине от витряной оспы. Это, наверное, одна из наиболее частых детских инфекций, которая осталась сейчас у нас среди списка заболеваний при обращении в инфекционную больницу, потому что вакцина пока не введена в календарь прививок. Но она существует. Если человек не перенес витряную оспу в детстве, то чем старше он становится, тем больше вероятность у него развития тяжелых форм витрянки. И поэтому всегда можно защитить себя при помощи вакцинации. Одной из вакцин, которая тоже не входит в календарь прививок, и на платной основе, как правило, ее предлагают и гинекологи, и поликлиники, это вакцина от папиллома вируса, или вируса папиллома человека, ВПЧ-вакцина, которая профилактирует, так как сам этот вирус обладает онкогенным потенциалом и вызывает рак шейки матки, то эта вакцинация применяется тоже у девочек-подростков для защиты их в дальнейшем от вот этого грозного вируса. Существует и ряд других вакцин. Все, что не входит в календарь прививок, возможно, вакцинация на платной основе в любой поликлинике. И прежде чем проводить эту вакцинацию, естественно, что необходима консультация доктора. Это либо доктор-педиатр для детей, либо доктор-терапевт, либо гинеколог, как в случае с ВПЧ-вакциной. Всегда можно получить беспрепятственно консультацию и решить для себя, хотите или не хотите. В любом случае, перед любой вакцинацией, пациента плановой, экстренной, пациент осматривает доктор и дает свое заключение, есть ли противопоказания к вакцинации, может ли в настоящий момент человек вакцинироваться. В начале нашей программы мы уже говорили о тех болезнях, которыми занимается врач-инфекционист. И ботулизм, безусловно, в их числе. Это крайне тяжелое пищевое отравление, которое характеризуется интоксикацией организма с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия неутешительные. И поэтому давайте остановимся подробнее на этом вопросе. Каковы симптомы? Как передается и как лечится? Вы знаете, ботулизм на настоящий момент, на сегодняшний день очень актуальная тема для инфекционистов. Потому что именно в этом году, начиная с марта месяца, мы столкнулись с увеличением заболеваемости ботулизмом. И если обычно мы регистрируем несколько случаев в год, то вот сейчас, начиная с марта месяца, у нас уже зарегистрировано 5 случаев ботулизма по области. Это 4 женщины в нашем стационаре и один мужчина с тяжелой формой ботулизма в Светлогорске. Поэтому и хотелось бы уделить этому заболеванию отдельное внимание. Ботулизм – это пищевое отравление. И всю клинику вызывает токсин кластридии ботулином, возбудителя ботулизма, который является одним из сильнейших ядов. Токсин содержится в пищевых продуктах. И вырабатывается он этой бактерией в особых условиях – отсутствии кислорода, то есть в анаэробных условиях. Идеальные условия для этого создаются, например, в консервах. Поэтому все знают, что грибные консервы чаще всего очень опасны. Почему именно грибные, допустим, а не яблочное пюре или компот? Потому что грибы труднее очистить от земли, в которой и может содержаться кластридия. И при плохой очистке и слабой термической обработке, неправильной стерилизации в домашних условиях, кластридия может попадать в банку, под крышку, и в итоге там вырабатывается токсин. Но все наши пять пациентов, которые отмечены в этом году, и ряд пациентов за прошлый и позапрошлый год, мы сталкивались с тем, что инфицировались они не благодаря консервам, а при употреблении вяленой или сушеной непотрошенной рыбы. То есть вот таранка, которая засаливается под гнётом, изначально до того, как сушится под гнётом, создаются идеальные условия для развития кластридии, для выделения токсина. Все наши пять случаев ботулизма именно от рыбы. Поэтому хотелось бы предупредить наших телезрителей не употреблять. Неважно, продаётся ли она в магазинах, изготовлена ли она самостоятельно, условия при засолке непотрошённой рыбы для кластридии создаются идеальные. А ботулизм клинически протекает достаточно тяжело. А визуально можно как-то определить, вот, ну, эту же рыбу продаёт в магазине. Человек купил, посмотрел, ему там определили, сам её приготовил. Как можно определить, можно есть эту рыбу или нельзя? Ни сама кластридия ботулином, ни её токсин не изменяет внешний вид продукта. Поэтому ни рыба может быть внешне не изменена, не иметь какого-то специфического запаха, ни консерва. Ну, естественно, я, конечно, не рекомендую употреблять бомбажные банки, но банка с консервой может быть тоже абсолютно не изменена. И вкусовые качества не изменяются. И вкусовые качества. И вы можете узнать о том, что ванночка была заражена только на момент возникновения клинических симптомов. Поэтому так и опасны грибы, и консервы. И с рыбой тяжелее, да, с грибами может быть несколько проще, потому что сам токсин, он термолобильный, то есть он чувствительный к высокой температуре. Если вы подвергаете продукт, даже консервированный, какой-то тепловой обработке, то часть токсина разрушается. Да, часть токсина разрушается и погибает, но, естественно, что вяленую или сушеную рыбу никто термической обработке не подвергает. Пациенту очень важно знать клинические симптомы ботулизма для того, чтобы его распознать у себя и своевременно обратиться к врачу. Изначально ботулизм начинается, как обычное пищевое отравление. Может быть рвота, может быть диарейный синдром, вздутие живота. При этом температура не характерна, в отличие от большинства других кишечных инфекций. Она может подниматься либо на короткий срок, либо не подниматься вообще. И дальше появляются симптомы поражения со стороны нервной системы. Наиболее часто, и то, что замечают пациенты, это нарушение зрения за счет поражения глазодвигательных мышц. Пациенты начинают хуже видеть. У них появляется пелена или сетка перед глазами. Появляется двоение в глазах. За счет нарушения тонуса мышц могут опускаться веки. Родственники могут отмечать, что у него появились расширенные зрачки. Или зрачки разновеликие. И, как правило, нарушение зрения и заставляет пациентов обращаться к доктору. Поэтому пациенты с ботулизмом не всегда попадают непосредственно к инфекционисту. Иногда первыми их видит офтальмолог. Путь более долгий. Кроме поражения зрения, у данных пациентов может отмечаться нарушение глотания. Во-первых, характерна еще и очень выраженная сухость во рту. И при глотании возможно поперхивание тоже за счет нарушения иннервации мышц в глотке. Может быть затруднено глотание как твердой, так и жидкой пищей. Появляется гнусавость голоса. И то, что, наверное, характеризует ботулизм как тяжелое инфекционное заболевание. И потенциально летальное – это поражение дыхательной мускулатуры. То есть пациентам становится тяжело дышать. И такие пациенты с тяжелым ботулизмом – это уже однозначно реанимационные пациенты. Завершить нашу сегодняшнюю программу хотелось бы простыми советами от врача-инфекциониста. Как не стать жертвой микробов и различных инфекций? Вы знаете, как врач-инфекционист я всегда говорю своим пациентам, что это не микробы и вирусы живут в нашем мире. Это мы живем в мире микробов и вирусов, потому что их значительно больше, чем нас. И поэтому защититься в этом мире мы можем только одним способом – нашим здоровым, хорошим иммунитетом. Если бы у нас была таблетка для иммунитета, мы бы все выпили эту таблетку, и никто бы не болел. Поэтому тернистый, долгий и трудный путь здорового образа жизни в плане формирования нормального иммунитета пока никто не отменял. Поэтому я хочу пожелать нашим телезрителям здоровья, сильного, крепкого иммунитета, заработанного здоровым образом жизни. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня в гостях в нашей студии была Елена Бартновская, врач-инфекционист, заведующая отделением Комельской областной клинической инфекционной больницы. Будущее принадлежит медицине предупредительной, считал Николай Иванович Пирогов, русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог. И был, безусловно, прав. А потому берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин